Сегодня Пасха. Просто день отвратительный, потому что у меня ребенок заболел. Ну я не знаю, заболела или не заболела, еще как бы непонятно вообще, что происходит. Ее ночью стало рвать. Где-то, наверное, полшестого утра или в шесть. Причем резко во сне, и я так тоже проснулась, я испугаться даже не успела. Потому что я вижу, что она как будто задыхается, но я поняла, что ее рвет. Что, знаете, тут рвотные массы наверх поступают. Вот, ну ее вырвала. Потом второй раз вырвала около девяти утра. И вот как бы сейчас мне надо было уходить на занятия. И прямо перед уходом уже водой вырвала. Или соком. Соком. Она попросила сока, я ее разбавили. Я говорила, я говорю, мужу, не надо, наверное, сок. Ребенок, говорю, захотел. Вот, и видно, что я вырвала этим соком. Короче, и ничего больше нету. То есть ни поноса нет, ни температуры. Ничего не болит. И в целом, как бы она так себя нормально чувствует, более-менее. Ну, понятно, что когда рвет, это такая слабость у тебя возникает. Да, ну это понятно. Но так, в целом, просто нормально она себя чувствует. И я не понимаю из-за чего. Ну, вот первая мысль сразу, то, что вчера муж от свекрови принес еду, и вот она поела. И там было мясо, говядина. Я вообще говядину, я не люблю говядину. Она такая, она черствая такая сама по себе. И вот она чуть-чуть поела говядину, еще яйца ела, крашеные вот эти вот. Я вот думаю, может быть, либо от говядины не пошла пищеварение, потому что у нее прям она, ее рвало, то ли она не переживала. Хотя я такие маленькие кусочки делала. Вот ее видно было, что тут это говядина там, не переварившаяся. Или от яиц. Что они покрашены были, фиг знает, может какая-то краска попала. Вот туда яйцо. Потому что я не ела ни говядину, ни яйца я не ела. А она ела. Короче говоря, Пасха себя не оправдала. Ну вот себе и работающая мама, да? Вот если бы я так работала, да? То все, ребенок заболевает. Ребенка рвет. Все, ты никуда не идешь. Срочно обзванивать всех. Я говорю, что не придешь. Куда-то это все переносить, все эти занятия. Ой, честно скажу, меня тоже что-то подташнивает. Меня подташнивает от этой жизни, честно. Меня бы сейчас так и вырвало бы от всего этого. От всего этого мракобесия, от всей этой суеты. Слава Богу, мне не пишут поздравления с Пасхой в ВКонтакте. Вчера кто-то мне прислал в первом часу ночи поздравления с Пасхой. Я бы написала пост. Надеюсь, все мои знакомые поймут. Поймут, что не нужно поздравлять меня с Пасхой. И вообще, в принципе, не стоит поздравлять людей. Если ты не уверен в их религиозных предпочтениях, то с Пасхой их поздравлять не надо. Тем более им яйца приносить. Чтобы мне не объяснять, что мне это не нужно. Потому что, честно сказать, с одной стороны, можно сказать, да, спасибо. 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 Они Христос воскресеет. Ты им говоришь спасибо. У них такая непонятная реакция. По-моему, вроде, что-то нужно другое отвечать. Но я не понимаю людей. Я не понимаю. Вы что, не соображаете, что у нас светское государство? Что у нас никакая религия не является обязательной? Я могу быть просто неверующей, а могу вообще быть другой религией какой-то? И вот если меня будут поздравлять с Пасхой, меня это просто обидит? Да, действительно, может как-то обидеть меня? Почему ты считаешь, что я именно твоя религия? Ну, то есть это действительно, это как-то вот... Ну, это вообще как-то даже противоречит вот всей этой истории с распятием Иисуса. Там же, знаете, я больше ориентируюсь на роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Он же там как бы говорил, что не будет власти, что власть, она вся противоречит. Лампочка начала мигать. Ребятки, это полтергейст. Любая власть, она как бы противоречит сущности человека. Это полтергейст, видите, да? Лампочка реагирует на мои слова. Ну, давай, давай, давай. Да, любая власть, она от дьявола. Конечно, всё, что связано с порабощением людей. Вот, но многие люди не понимают этого. И, я так понимаю, и когда они слышат, например, что «А я вот Пасху не отмечаю, потому что я неверующая», у них даже какая-то возникает нетерпимость и злоба у некоторых. Я это замечала. А сразу такие мысли у тебя, что «А что с тобой не так?» Что с тобой не так, если ты что-то не отмечаешь, как мы, не празднуешь, не признаёшь? Сразу такое, да, знаете, нетерпение. И это противоречивает в корне вообще, в принципе, всё, что произошло, как бы сказать, ну, по этой вот религиозной, как бы сказать, философии, да, «За что распяли Иисуса?» Ну, это реально противоречивает. Он тоже был за свободу, за свободу мыслей, за то, чтобы его уже за это распяли, я так понимаю, за то, что он противоречил власть, он ей мешал, да, со своими высказываниями о свободе человека, о его естественных правах, вот. Короче, это как-то всё, знаете, вот... Есть люди, как бы верующие, я ничего не говорю, у которых как-то есть вот это вот, ну, вот это понимание свободы личности, любви к людям, а есть очень многие люди, к которых ты просто смотришь и думаешь, что, ну, тут вообще как-то это вот, какое-то лицемерие идёт от тебя, да, у тебя нет ни любви к человеку, ты, наоборот, готов загнобить любого, кто не похож на тебя. Вот. Это какое-то для меня лицемерие. Лампочка включилась. Ну, сегодня, наверное, учеников у меня, может быть, придёт, может, один, а может, два, а может, вообще никто не придёт. Опять моргать начал, опять святомузыка. Но если никто не придёт, потому что, ну, Пасха же, да, вот, из детей. На испанский цыганский танец там придут взрослые, я уверена. Если из детей никто не придёт, я буду снимать продолжение курса. Хотя, честно скажу, у меня нет особого курса красивая осанка, да, у меня уже один загружен урок, второй я сняла, ещё не отмонтировала, и буду снимать третий. Но у меня немножечко нет, как сказать, сил снимать. Почему? Потому что, ну, вот, ребёнок заболел. Вот. Мне немножко страшно. Вдруг-то надо будет скорую вызывать. Скоро придет, скажет, давайте в больницу, в какую-нибудь инфекционную, знаете, новую, там, где как это всё в камерах. А им же лишь бы положить, им бы лишь бы деньги бюджетные вынуть за страховку. Вот. Вот немножко я об этом волнуюсь, насчёт этого. Чтоб как бы нам не пришлось скорую вызывать. Вот. Не хочу. В больницу я ни в какую ложиться не хочу. Мне это нафиг не надо. Вот. Ну, в целом, что сказать насчёт Пасхи. Я никогда не любила Пасху, когда я была ребёнком. Почему? Потому что я, ну, я это уже рассказывала год назад, два года назад, что мои родители, бабушки, они вот и красили яйца, да, с ночи, на утро бутерброда резали, брали с собой там лимонад, водку, и мы ехали на ворлицы и обходили все могилы. На каждой могиле отец выпивал, ну, мать, может быть, чуть-чуть выпивала, бабушка-то не выпивала, там ещё приезжали родственники, эти, моя крёстная, двоюродная сестра-мама. Ну, это, по-моему, наши прабабушки, у нас общая прабабушка, вот, а у прабабушки были дети от разных там мужчин. Вот, вот так вот мы от одного как бы идём, а те от другого. Вот, там с ними пересекались. И вот ходили, в общем, по всем этим могилам на ворлицах, на каждой раскрывали на столике эту поляну. И вот жаротва, выпивка, и вот так вот как бы с утра до вечера. И ещё это на автобусе мы тащились, толкучка на автобусе, потому что все едут в ворлицы. Вот, потом к вечеру только возвращаемся домой, уставшие, замученные. Ну, там не к вечеру, а там, я не знаю, часа в четыре, наверное. Возможно, ещё ездили к родственникам там, у них тоже была, какой-то стол был накрыт. В общем, всё это для меня было всегда настолько мерзко, вот с этими выпивонами, вот, на могилах. Ну, я знаю, что вообще это не так всё, Пасха как бы отмечается, да, по-нормальному. Но в народе, друзья мои, в обычном народе, вот в этом, который составляет как раз-таки Россию, вот у многих принято именно это. Мне это никогда не нравилось, я вообще не понимала смысла всего. Мне было стыдно за отца, что он там это вот выпивает на этих могилах. Не знаю, для меня всегда это было так чуждо. И вот эти все могилы тоже для меня это так чуждо. То, что за ними надо ухаживать. Вот это вот ещё, помню, бабушка там или кто там, всегда пристыжали. Вот он не ездит, не убирает могилы там, ля-ля-ля. Хоть бы поставил какую-нибудь цветочницу там, ещё что-то. Не знаю, для меня это вообще не имеет никакого значения, эта могила. А что она, что она значит? Там лежит разложившееся уже тело, которое ничего не значит. Оно вообще не имеет отношения к тому человеку, который жил. Как бы к его душе, потому что это всё, всё умерло. А это всего лишь физическое тело, это оболочка. Вот. А то, что было, то, что было этим человеком, этого уже нет. Оно улетело куда-то, ну исчезло. Я не знаю, что с ним произошло, но, понимаете, вообще не имела... Это тело, это всего лишь тело. Вот. Причём оно может меняться. Мы сами видим, как тело меняется. Мы захотим, можем стать кем-то другими внешне. Поэтому вот это вот всё, вот могилизация, вот это вот клонение могиле, это тоже не из моей оперы. Я не знаю, почему. Вот, знаете, вот это очень странно, когда ты растёшь в семье, и вот у них принято так, а ты почему-то вырастаешь совершенно другим человеком. У тебя совершенно другие взгляды, ты даже объяснить их не можешь. Я не могу объяснить, почему я отношусь вот так к чему-то. Просто я даже не могу пояснить это, потому что это на уровне чувств идёт. Это просто мои ощущения. Я этого не понимаю, мне это чуждо. Но я не могу это пояснить, потому что у меня как будто бы закрыт доступ вот туда, вот к этим знаниям. Но я их ощущаю, я ощущаю, что это что-то, что мне не нравится. Ну, доступно говорю, да? То есть многие люди хотят всё рационализировать. Я сейчас от этого отошла, я только чувствами, ощущениями живу. И я говорю, мне всегда было странно, почему мои предки, мои родители, вот они жили так, и вроде я выросла в этой среде, но почему мне всё это так чуждо? Это вот принятие того, что надо поклоняться могилам. Я вообще, то есть для меня это вот сейчас, в этой взрослой жизни вообще, то есть нет, я так не собираюсь жить. То есть всё, эти люди ушли, которые умерли. И, честно говоря, хочется их просто забыть, да, потому что их больше нет. Некоторые люди настолько убиваются после смерти родственников, там, и других людей. Всё, всё, надо забыть. Надо забыть и смотреть в будущее. Этих людей больше нет. Отпустите их души. Как бы сказать, душу-то я верю в каком-то таком варианте, да? Отпустите их души, они ушли, у них уже другая жизнь, возможно. Вот, а вы их всё держите к себе в своих воспоминаниях. Живите дальше. Пока я сидела на остановке ещё там, и тут сейчас с автобуса вышла. Господи, сколько пьяных людей. Сколько пьяных с опухшими мордами. И вот там на остановке тоже мужик ко мне приставал. Боже, фу, это так мерзко. Так мерзко этот алкоголь вонючий, фу. Эти люди, блин, с опухшими мордами, фу. Прямо рвать хочется, убежать откуда-то. Куда-то отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok